Доброе утро, мои дорогие друзья. Сегодня мы с моим другом Зо Зугом. Доброе утро, мои друзья. Я хочу представить мой маленький гайд для моего конкурера и хэви-танка Конкурера. Поехали, Марк. В город? Конечно, конечно, в город. Да, конечно. Особенно, если есть броня, то, естественно, в город. На зеленку уехать едут только оленя. Ну, в будущем тяжелых танков, естественно. Поэтому мы не спешно, не торопясь. Зуг не особо-то желает вырываться вперед, хотя он может. Скорость конкурера это позволило бы. Ну, он так, семенит. Игонько сзади. Что, в принципе, правильно. Дело в том, что танк приобретен сравнительно недавно. И после ряда боев я конкретно получал по шее в первые минуты боя, когда я вылезал очень вперед. И видя перед собой достаточно жирную тушку моего сотоварища, а это, поверьте мне, очень жирная тушка, которых тяжело пробить большинству машин, даже ИСУ-7. И вот он с вертухана, видите, его пытается попасть. А мы тем временем начинаем. ИС-7, будучи довольно проворным и удачным, пробивает щеку башню меня. Это уязвимое место Мауса, куда, используя голду, многие танки могут его пробить. У нас вываливается Е-100. Из лишних отговоров отправляет Плюху с Зугу. Я закрываю его, и вот тут оказывается идеальная позиция для Мауса. Она закрывает большую часть борта, а башню ведь можно отвернуть. Если вы вдруг не знали, то во время перезарядки башню Мауса, это же и для Е-100 тоже актуально. Башню можно отвернуть, чтобы борт угла башни был под диким углом. Вот я не замечаю Е-3. Он мне дает за это Плюху. И тем самым борт башни не пробьет. Е-100, конечно, чисто рак. Ну, как он воюет, конечно, полностью. Вот Саня молодец, тоже настреливает сзади. Да, я тут вот выкатываюсь, вижу перед собой Е-100, понимаю, что я сейчас от него пропущу. Это 100%. Ну, потому что на конкуэйре я уже убедился впрямую танковать вот так, как я сейчас это делаю, невозможно. Максимум, что я могу сделать, это дать сдачу. И решил прикрыться толстой тушкой товарища. Я понимаю, что открытый бой мне противопоказан в данный момент. Слишком весовые категории разные. Думаю, как бы поставить мне гуслю. Думаю, дай-ка щёчку ему пробьет. А, как бы не так. ББ не в состоянии пробить правую щёку Е-100. Будучи данным ценный совет, Зонга о том, что я должен переключить на голду, я это, собственно, и делаю. И попытаюсь сейчас я как-то отомстить. И пробить вот эту грёбаную щёчку, опять же, с под товарища Зонга. Раз! И мне это удаётся. Ну, вот когда тут рядом есть такой снарядоприёмник, там грех не воспользовался. Маус, будучи в укрытии, непростреливаемый артой, и, ну, прикрываемый хотя бы вот надёжным сокомандником. Это очень тяжёлая цель, трудная цель. Сигнасти грамма. Вот там вылезает Тортиво, Е-3. Потом сейчас ещё ФВ-шка приедет. То есть силы как бы велики, но они окажутся полными оленями, а мы просто сыграем нормально. У Е-100, спереди два из моих местов. НЛД и катки. А, ну, также ещё и щёки. На щёки, без голды, на многих танках не берёмся. Уезжает Тортиво, ФВ-шка. Они все подпираются в угол, они начинают друг другу мешать. Я смотрю, голду их раскидывает. Но я переключился, потому что их уж слишком много, они уж слишком такие тяжёлые. У Мауса всё-таки орудие, это не его сильная сторона, так сказать, ахиллесовая пинта. Оно не очень пробивное, не очень скорострельное, от слова вообще. И сводится не очень. Короче, ничего хорошего этой пушки нету, которая ставится ещё на ПТ-8 уровне немецкие. Если бы ему хотя бы увеличили скорострельность и сведение, а по-хорошему Маусу нужна пушка от Ягдтигра, тогда бы Маус заиграл совсем другими красками. Ну вот, мы этих оленей тут раскидали чуть-чуть. Да, я подключаюсь к атаке, понимаю, что Е100 опять может меня пробить и очень больно, но в данный момент весь дамаг уходит. Кстати, я хочу обратить внимание, Хуэр на первый взгляд казался каким-то картонным, ну действительно картонным, но унёс очень хорошее орудие, очень хорошая динамика, мне очень понравилась рикошетная башня, как вы сейчас это видели, и очень меня даже оставил положительные впечатления этот танчик. Да, особенно Гауду он вытанковывает бортами прекрасно. Там экраны, толстые гусеницы. Семёрка ко мне в бомб стоит, я замечаю, что надо сводиться. Сводиться, сводиться. Ну тут Е3, который меня обидел. Обижает Е3 довольно больно, он ещё и задница ко мне ставит. Я уже говорил в одном из видео, что если у вас есть возможность поставить противника на гусеницу, стреляйте в ведущий катод. Не знаю, то ли ещё чего, но вероятность его поставить на гусеницу и нести дамаг там выше. Да, ну я вижу уже, что счёт 9-5, и решаю как бы в наглую атаковать 140-го. Ну вот видите, я выхожу, открываю своё брюхо, это уязвимое место. Ну и 62-й, 140-й объект, видя это, очень, достаточно эффективно использует мои недостатки. Вот, я понимаю, что мне нужно от него как-то спрятаться. Зачем ты сейчас башню вот так вот повернул налево? Я не понял. Ну, мушка может отошла, я не ставил целью какой-то специально что-то делать. Я сказал, что у тебя хватило при зарядке бы ему вот остынуть. Я не знаю, он доставал башню, а корпус у неё был спрятан, и пробить мне его было достаточно тяжело. Я пропустил две плюхи от 140-го. Не понял, что третий будет фатальный. Я решил рисковать. Не, ну всё правильно сделал, в принципе. В этом бою-то, можно сказать, вёл себя образцово на этом танке. Наши союзники оказались неполными оленями и додавили противника. Мощальный промок бачата. Говорит о том, что какая на Маусе пушка косая. Итак, небольшой итог. Маус в городе, без арты, с минимальным саппортом тащит дико. Если не подставлять щёки, НЛД небольшой участок, спрятать его, то это просто машина смерти. Многие этого не знают, многие боятся Мауса. Считают, что он только терпит, а он, как вы видите, результатами боя ещё и дамажит. Всем спасибо, всем пока. Пока, goodbye, my friends.